Друзья мои, всех приветствую! Сегодня мы будем ремонтировать, ну посмотрим, что с чайником Хайер. Точно его разберем, знаю как это делается, покажу вам симптомы его неисправности. Нажимаешь на кнопку, он начинает кипятить, потом бац, может просто посередине процесса выключиться. Может докипятить, а может и вообще не включиться. Что-то с электроникой, которая находится в нижней части чайника. Добраться туда можно, ну в принципе не сложно, нужно такой особый инструмент, не совсем обычный. Трехгранная битка. Вот в таких наборах мы купили свой в фикс прайсе. 200, 300, 400 рублей они стоят в зависимости от наполненности. И вот такие винты нам необходимо с помощью этой битки выкрутить. Все, начинаем разборку, потом посмотрим, что да как. Для начала нужно снять вот эту часть ручки. Здесь есть пазик, мы подцепим его отзорочкой и ручка нам поддастся. Все, потом просто ее снимаем. Так, затем нужно открутить 4 винта. Раз, два, три, четыре. Откручиваем. Так, 4 винта есть. Так, затем, затем необходимо снять вот эту часть ручки. Она у нас снимается. А, вот так. Все, она у нас вот так снимается. Она останется на проводе. Затем здесь вот такая пружинка. Желательно ее, конечно, снимать пассатижами. Но что-то у нас здесь в арсенале их нет. Нужно очень аккуратно с ней. Она держит вот эту декоративную часть, на которой написано хайер. Вот вся ее функция, этой пружинки. Мы ее аккуратненько просто подцепляем. И снимаем. Все, сняли. Пружинка очень важная, не потерять. Вот так выглядит. Все, снялась декоративная, вернее, предохраняющая касание ручкой стекла. Плассмасска. Сама ручка и вот это декоративное обрамление чайника. Все. Так, теперь нужно открутить три винта с помощью трехгранной битки. Так, и здесь крепление. Раз, два, три, четыре. Ну, типа клипсы. Надо аккуратненько отжать и, соответственно, по контуру снять. Я делал именно таким образом. Так, посмотрим, что мы можем сделать. Вот так. Раз. И все, идем по контуру дать. Да что ты. Второе крепление поддалось. Третье. Четвертое. Все, последнее. Пятое. Все. Нижняя часть снята. И мы добрались до внутренностей. Снял вот эту плату. Посмотрел, нет ли каких-то выгоревших запчастей. Тут два винта. Раз и два. Вот так. Можно ее отогнуть, посмотреть. Но я не нашел. Но я не нашел. Все чистенько, все хорошо. У меня подозрение только к одному моменту. Вот этот контакт красненький. Он вообще болтается. Просто вот. Как что-то в ведре. Поэтому думаю, что его сейчас надо хорошенечко подтянуть. Черный прям четко стоит. Красненький. Вот таким образом болтается. В остальном здесь все в порядке. Все протянул. Каждый винтик. Каждую гаечку. Видимых повреждений нет. Так что сейчас сделаю так, чтобы основные кабели не болтались в разъемах. И, наверное, буду собирать. Здесь я, как обыватель, как непрофессионал, уже бессилен. Так, друзья, еще подумалось, что может быть в подошве что-то. Не приходит питание или плохо приходит. Так. Также три винта откручиваем. Переворачиваем вот эту часть. То есть винты на трехгранной битке. Такие же, как и в нижней части чайника. Так. Смотрим. Фаза 0. Питание есть. Так. Вот так будет видно. 223 вольта. Все в порядке. Питание приходит. С подошвой все хорошо. Но не лишнее ее проверить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Чайник собран, друзья мои. Давайте посмотрим, удалось ли нам его починить. Так, ну что, ставим. Так. 100 градусов. Начало работать. Интересно, интересно. Друзья, вы знаете, работает. Получается, простая профилактика помогла. Кипит. Отлично. Выключился. Все здорово. Друзья мои, ну что я могу сказать. Спасибо всем за внимание. Все здорово. Все заработало. Кстати, недавно купили аэрогриль. Оставлю ссылочку в описании к этому материалу. Что это за чудо-прибор. Ну, условный чудо-прибор. Просто вкусная еда из него получается. Спасибо за внимание. Будьте здоровы. Пока. Супруга сказала протестить несколько раз. Поэтому, друзья мои, под прикольную музычку давайте еще разочек протестим. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова